Пока мы живем на земле, Жизнь, в которой вы живете со своим сердцем, и жизнь, в которой вы живете с сердцем Иисусом, будут отличаться полностью. Однажды я разговаривал по телефону с одной молодой женщиной, которая живет в Кинзасе. Она была учительницей в школе в Кинзасе. Она умирала из-за болезни и рак. Что я мог ей сказать? Я не врач. Я не специалист, который может поботься с таким людям. Но поскольку Иисус Христос находится в моем сердце, читая Библию, я смог обнаружить сердце Иисуса Христа. Сначала, когда вы начинаете читать Библию, вы начинаете знакомиться с историями, которые есть в Библии. Но когда вы все больше и больше читаете Библию, вы начинаете понимать, почему Иисус сказал то или иное слово. А, почему же Иисус говорит именно эти слова? Вы начинаете чувствовать Слово. И когда мое сердце соединяется с сердцем Иисуса, к нашему удивлению сердце Иисуса входит в наше сердце. И деяние Иисуса входит в мою жизнь. Этой женщине, которая умирала из-за болезни и рак, я мог передать сердце Иисуса. Если она принимает сердце Иисуса в свое сердце, да, славить Господа Бога, молиться перед Богом, это тоже очень важно. Но когда мы читаем внимательно Библию, мы можем обнаружить сердце Иисуса. Самая большая проблема наша заключается в том, что злой дух ведет наше сердце, а не Иисус. Иисус, чтобы мы впали в грех, чтобы мы прелюбодействовали, чтобы мы не верили в Бога. Многих людей ведет какая-то сила. Будучи пастором, я говорю о сердце Иисуса. Я тот, который соединяет сердца людей с сердцем Иисуса. Я читал Библию раз, два, и перечитывал, перечитывал еще раз, перечитывал. Корейская Библия состоит из 1800 страниц. И как вы хорошо знаете, в Библии нет никаких картинок, есть только буквы по белой бумаге. Чтобы прочитать одну страницу, мне нужно две минуты. Поэтому от 1800 страниц получается 3600 минут. Если ее перевести на часы, это будет 60 часов. Если целую неделю ничем не заниматься, а читать только Библию, я могу прочитать всю Библию. И таким образом, несколько раз я перечитывал Библию. Когда я обнаружил сердце Иисуса, заложенное в Библии, я видел, как тот покой и мир, которого не было в моем сердце, образуется в моем сердце. До того, как я женился, чтобы много раз прочитать Библию, я экономил время на все. Я изучал, как можно сократить время на сон, сокращал свое время на сон, и также принимал душ не дольше пяти минут, а ел не дольше двух минут. Порой, знаете, когда я ем с высокопоставленными людьми, я очень люблю есть. Поэтому, наверное, сейчас я здоровый, и у меня есть большой живот. Но я очень люблю вкусно есть. Каждый раз я говорю, надо есть поменьше, но когда я начинаю есть, я ем много. И когда другие начинают есть, я заканчиваю есть. И потом мне приходится хоть что-нибудь найти, чтобы положить себе в рот. Но я очень быстро ем, этой сестре, которая болеет болезнью рак, мне нужно было передать сердце Иисуса. Я ей говорю. Сестра, не нужно бояться болезней рак, потому что в организме человека, есть клетки, которые называются натуральной киллеры. Об этом мне рассказали другие люди. Наш ведущий тоже врач, он тоже мне рассказывал. Так вот, эти клетки НК, они убивают клетки рака. У нас каждый день образуются клетки рака. Но натуральные клетки нападают на клеток раков и съедают полностью их. То, что вы долгое время не болели болезнью рак, это потому, что эти клетки натуральные киллеры съели клетки рака. Порой бывает, что нарушается баланс, поэтому мы заболеваем. Но на самом деле у нас есть сила, чтобы победить клетки рака. Клетки НК полностью побеждали клетки рака, поэтому до сих пор мы здоровы. Порой из-за того, что нарушается баланс, мы заболеваем болезнью рак. Но, сестра, нужно крепко спать. А также нужно хорошо питаться. Нет лучшего лекарства, как укреплять свой иммунитет, чтобы иммунитет боролся с болезнью рак. Я рассказал об этом, потом передал слово, которое передает силы, и помолился. Прошло немного времени. Я увидел, что на ее лице стало намного лучше. Она отправила мне свою фотографию. Но однажды она снова мне позвонила и сказала, «Я вижу, что есть что-то нехорошо». Я спросил, «Что с вами? Почему вы так плохо выглядите?» Она сказала, «Пастор, вам большое спасибо за все. Но мне кажется, я не смогу выжить». Я спросил, «Почему?» «Пастор, в последнее время я не могу есть». Я спросил, «Почему? У вас что, нет хлеба? Может, вам отправить деньги на хлеб?» «Нет, хлеб-то есть». «Тогда почему вы не можете питаться?» «Пастор, я прохожу химиотерапию». «Пастор, у меня нет аппетита, поэтому я не могу совсем есть». «Знаете, что я сказал ей?» «Я засмеялся, ха-ха-ха». Она спросила, «Почему вы смеетесь, пастор?» Я сказал, «Но вы же меня рассмешили только что». «Пастор, о чем вы говорите?» «Я сейчас вполне серьезно говорю об этом». Я сказал, «Сестра, вы меня рассмешили». «Человек, который болеет болезнью рак, как может отказываться есть только из-за того, что нет аппетита?» «Сестра, это ведь смешно». «Самое важное для того, чтобы быть здоровым, это иметь питательные вещества в организме». «Машину, если заправить бензином...» «Разве машина знает вкус бензина?» «Конечно, не знает, но все равно поедет». «Сестра, вам нужно питаться». «Тогда ваш иммунитет укрепится, и вы сможете победить болезнь». «Даже если горькое, надо есть». «Даже если сладкое, надо есть». «Даже если острое или соленое, надо все равно есть». «Для больного человека нет лучшего, как есть». «Тогда знаете, что она сказала?» «О, пастор, вы правы!» «И с того момента она начала хорошо питаться». «Знаете, как она питалась?» «По всему дому разложила еду, на столе, и в кухне, и в гостиной, везде». «И спустя неделю ей стало намного лучше». «Она стала поправляться». «Она приобрела силу». «И прошло еще несколько месяцев». Однажды снова она мне позвонила. И сестра говорит, «Пастор, у меня больше не получится выжить». Я спросил, «А в этот раз что случилось?» «Пастор, у меня очень серьезные спазмы в желудке. Мне кажется, я умру». «Я не знаю, почему у меня образуются спазмы в желудке». Я спросил у нее, «А сейчас у вас есть спазмы в желудке?» Она сказала, «Ну, сейчас пока нет». Когда я снова засмеялся, на что она сказала, «Почему вы смеетесь?» «Смотрите, вот у вас были спазмы в желудке». «Если их нет теперь». «Значит, вы здоровы». «У вас же сейчас нет спазм, почему же вы переживаете? Вы же уже здоровы». Тогда она сказала мне, «Пастор, вы правы». И так она смогла перебороть спазмы в желудке. Однажды она одела специальный головной убор для выпускников, одела черную мантию, сфотографировала себя и отправила фотографию. Я спросил, «Зачем это вы сфотографировались?» Она сказала, «Потому что я выпустилась от болезни рак». Ее дочь закончила магистратуру, и у нее была мантия. Она оделась в эту одежду и сказала, «Я выпустилась от болезни рак». Сказали, что она не сможет больше преподавать в школе. Но она здоровая пошла в школу. И директор приветствовал ее. Она снова могла учить школьников. Когда она встречает подруг или людей, которые болеют от болезни рак, говорит им так, «Неважно, кто вы!» Может, вы обманывали, воровали, были мошенниками, делали аборт, может, совершили какой-то грех. Неважно, кто вы! Если ваше сердце соединится с сердцем Иисуса, знаете, что произойдет? В сердце Иисуса войдет в ваши сердца. Ваше сердце войдет в сердце Иисуса. Ваши переживания, ваши заботы, ваш страх, ваш грех, все это войдет в сердце Иисуса. И тот мир, который есть в Иисусе, радость, мудрость Иисуса, любовь Иисуса, сила Иисуса, независимо, кто вы, все это войдет в вас, и вы не сможете жить прежней жизнью. И вы будете жить жизнью Иисуса Христа, и вы будете находиться Его в мире. Когда Бог сотворил человека, Он сделал и глаза, и нос, и рот. Что было бы, если бы у человека не было глаз? Что было бы, если у него не было бы уст? Очень важно иметь уши. Но что еще важнее, это то, что Господь Бог создал в человеке сердце. Мы не знаем, из чего Бог это сделал. Не из кожи. Мы не знаем, из чего сделана наша душа. Никто из нас не видел ее и не трогал. Но у нас точно есть душа, сердце. Бог сотворил человеку душу. И знаете, что важно? Причина, по которому Бог сотворил человеку душу, человек слабый. Он легко обманывается. Вы, конечно, простите, меня очень легко обмануть. Даже умных людей злой дух может легко обмануть. Мы обманываемся. Сердце человека такое слабое. Но знаете, что удивительно? Если мы открываем сердце человека, если мы открываем наше сердце по отношению к Иисусу, так Бог сотворил нашу душу, чтобы мы могли принимать сердце Иисуса в себя. А когда сердце Иисуса Христа войдет в ваши сердца, тот мир, который есть в Иисусе Христе, та любовь, которая есть в Иисусе Христе, мудрость, которая есть в Иисусе Христе, когда сила Иисуса войдет в вас, то вы более не сможете жить так, как жили раньше. Вы будете светлыми, счастливыми и радостными. Моя мама в молодости ходила в церковь. Я начал ходить в церковь, когда еще и многого не понимал. До 19 лет. Я читал Библию, пытался жить доброй жизнью, молился, жертвовал, участвовал на собрании. Так я прилагал усилия. Но я ни разу не задумывался о сердце Иисуса Христа. Когда мне исполнилось 19 лет, моя жизнь начала идти только в худшую сторону. В 50-м году в Корее была гражданская война. В 51-м году умерла мама. 14-го августа по лунному календарю, за день до праздника урожая. Через месяц забрали старшего брата в армию. Потом отец пошел в вспомогательное войско. Вдруг в доме не стало мамы, отца и брата. Старшей сестре было 16 лет. Младшая была 13. Мне 8. Младшему брату было 4 года. Мы не знали, чем нужно питаться, как жить. До сих пор, если вспоминать те времена, я помню, что ночью слышу какой-то звук, просыпаюсь, и вижу, как старшая сестра плачет. Потому что мы не знали, как жить. Дети голодали. Мы вместе плакали всю ночь, потом засыпали без силы. До 1962 года, на протяжении 11 лет, не было ни одного дня, чтобы я был бы счастлив. Не было радостного дня. Всегда я был в страдании. Всегда был голодным. С возрастом я начал воровать. Когда зерно созревает, мы собирали их, воровали картошку. Воровали горох. Я ходил в церковь, и я знал, что это грех, но я все равно и совершал грех. Я точно был уверен, что я попаду в ад. Когда мне было 19 лет, у меня не было надежды. Я считал, что у меня так много греха, что если я умру, я попаду в ад. Ежедневно я проводил с такими мыслями. Но однажды, когда я читал Библию, каждый день я просил Господа Бога, чтобы Он просил мои грехи. Но в Библии я обнаружил историю, что кровью Иисуса Христа мои грехи прощадны. Если Иисус умер за мои грехи, если Он получил за меня наказание, значит, у меня уже нет греха. Однажды я поверил в это слово. Но пастор церкви говорит, что мы грешники. И пресс-виктор говорит, что мы грешники. Однако в Библии же написано, что кровью Иисуса Христа мои грехи прощены. Однажды я сказал старшей сестре, сестра, мои грехи прощены. Когда она сказала, братик, о чем ты говоришь? Сестра, мои грехи уже омыты. Услышав эти слова, моя сестра удивилась и посмотрела на меня. Уксу, о чем ты говоришь? Как зерно, созревая, наклоняет голову, так же человек взрослее должен стать скромным. Даже пастор и пресс-виктор в нашей церкви говорят, что у них есть грех. Ну как ты можешь говорить, что у тебя нет греха? Я ничего не мог сказать на это сестре. Но я твердо поверил и принял в мое сердце, что Иисус Христос в своей крови очистил мои грехи. Интересно, с того момента я начал меняться. Я начал читать Библию. И чем больше читал Библию, еще раз читал Библию. По-моему, когда я 30 раз прочитал всю Библию полностью, сначала мне казалось, что это такая сложная книга, поэтому я не все понимал. Но одно, что я узнал, это то, что Бог любит нас и то, что Он, любя нас, спасал Своего Сына Иисуса. А также я смог ясно обнаружить в Библии, как наши грехи были прощены. Когда я невнимательно читал Библию, я не замечал. Но есть точный способ, как мы можем очистить грех. И в разных мостах Библии рассказывается об этом. Это было удивительно. Я читал Библию. Знаете, что важно? Я много раз воровал и многократно обманывал. Именно этих грехов я совершал очень много. Я думал, что я попаду в ад. Но что я могу с уверенностью сказать вам? За то, что если Иисус умер за меня на кресте, тогда мои грехи прощены. А также Библия говорит нам, что мои грехи омыты. После того, как это сердце сформулировалось во мне, я почувствовал, что Дух Святой вошел в мое сердце. Библия стала для меня близкой книгой. Мне стало интересно читать эту книгу. И я понял, что вот как я смог обнаружить мир сердца в Библии. Когда мое сердце начало течь в истории Библии, я начал меняться. И самый первый, кто это заметил, это был мой отец. Отец увидел, что я изменился. Когда я учился в миссионерской школе, отец приехал в нашу школу и спросил, где ты спишь, где ты ешь, где ты учишься. Кто здесь старший миссионер? Я хочу с ним познакомиться. Я познакомил отца с миссионером. Надеюсь, что сказал мой отец. Уважаемый миссионер, наш сын Оксу, если ему дать какое-то дело, он начинает заниматься этим делом, но чуть-чуть, попробует, потом оставляет это дело и уходит в другое дело. И всегда было так. Но что касается веры в Иисуса, я думал, что он забросит это дело тоже. Но удивительно, что он до сих пор занимается этим делом. По-моему, это подходит нашему Уксу. Миссионер, прошу вас, хорошо обучите его, чтобы он стал хорошим служителем. Я увидел, как отец впервые рассказывает другим людям обо мне. После того, как отец покинул этот мир, я в своем сердце говорю, «Отец, с того момента до сих пор я жил ради Иисуса». Дорогие, я очень многое рассказывал. Давайте прочитаем послание к римлянам, третью главу с 10 стиха. Что нам говорит Библия? Третья глава, 10 стих. Как написано? «Нет праведного, ни одного». У вас же ведь тоже так написано? «Нет разумеющего, никто не ищет Бога». Нам кажется, «Ну как, я же вроде бы ищу Бога». Но Бог говорит, что нет ни одного, кто ищет Бога. Все и совратились с пути до одного негодный, нет делающего добра, нет ни одного. Господь Бог говорит эти слова, сравнивая нас по закону. Если вы посмотрите исход 19 главу, Господь Бог обещал людям, «Если вы все исполните, тогда я сделаю вас царством священников и народом святым. Но если же наружите, я наведу на вас проклятие». Что написано в 28 главе Второзакония? «Если вы исполните все заповеди, тогда и в доме вы будете получать благословение, и ваши скоты получат благословение. Вы получите все благословения, говорит Бог. Однако, если нарушите, получите проклятие. Мы же нарушили все заповеди. Мы нарушили. Все мы нарушили закон. Тогда что же говорится здесь? Третья глава Кремлина, 13 стих. Давайте с 12 стиха мы посмотрим. Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добра, нет ни одного. В наших глазах есть многие люди, которые делают добро. Есть многие люди, которые усердно верят в Бога, делают добрые дела. Но для Господа Бога нет делающего добра, нет ни одного. Все достойны смерти. Вот как нам говорит Библия. Что же это значит? Стандартом служит закон. Закон был дан нам в 1491 году до н.э. на горе Синай. Это мы можем увидеть в истории Египта. В 1491 году он был дан закон. Но перед тем, как дать закон, Господь Бог сказал израильскому народу через Моисея, «Если вы все исполните, вы получите благословение. Будете народом священников, вы получите благословение. Если же нарушите, получите проклятие». Но израильский народ нарушил весь закон. Вот о чем говорит нам кремлинам 3 глава. Хотя нам кажется, что у нас есть и добрые дела, но в глазах Господа Бога нет делающего добра, нет ни одного. Что написано в Библии? Все совратились с путей до одного негодные, нет делающего добра, нет ни одного. Когда я читал это слово, у меня появлялось несогласие. Потому что порой я, конечно, делал плохое, но делал доброе. Иногда я помогал другим. Но Бог говорит, «Нет, это не так». Он говорит, «Нет, делающего добро». Я и в прошлый раз говорил, однажды я был в Америке, и в Чикаго мне кто-то подарил вот столько украшений. Я знал, что если я возьму их с собой в Корею, тогда меня остановят в таможне. Но кто-то положил их в мою сумку в аэропорту в Корее. У меня спросили, «Вам нужно что-то декларировать?» Я сказал, «Нет, не надо». Потому что я никогда не беру с собой те вещи, которые могут остановить на границе. Потому что часто бывает, когда мне нужно ехать в другой город. И поэтому я ничего не беру, что нужно декларировать. Поэтому я сказал, «Нет, ничего, что надо декларировать». Но у меня сотрудник спросил, «Можно посмотреть вашу сумку?» Я сказал, «Конечно». Он открыл мою сумку и увидел там украшение. Я был так растерян. Кто-то подумал, «Ой, наш пастор забыл, наверное, этот подарок, надо будет ему положить сумку». Чуть пастору Ксупака не посадили за то, что провозил украшение. Но я сказал сотруднику, «Это украшение из чистого золота». Я пояснил им. Корейцы, они ходят с украшениями из чистого золота. Но это доказательство того, что безопасность в Корее на высоте. В Америке же, если будете ходить с золотыми цепочками, то же самое, что вы говорите, «Пожалуйста, убейте меня и заберите мое украшение». Поэтому в Америке не продают золотые украшения из чистого золота, и никто не ходит в них. Я сказал, «Это не настоящее золото, это позолоченное украшение». Но что сказали сотрудники налоговой службы? Я не могу различить, что есть позолоченное украшение, а что настоящее. Я не знал, как мне нужно поступить. Я думал, что же мне делать? Конечно, можно ехать домой, но мне нужно было срочно домой. Поэтому я спросил, «У вас есть ножик?» Да, конечно, я могу достать ножик. И он принес нож. Я сказал, «Теперь проведите ножом по украшению». Он спросил, «А так можно?» Я не беру на себя ответственность. Я сказал, «Конечно». И он начал проводить ножом по украшению. Сначала было золото, но прошло время, и другой уже был металл внутри. И так я смог доказать, что это позолоченное украшение. Скажите, позолоченное украшение – это золотое украшение или нет? Нет, это не золотое украшение. Да, порой бывает, что из вас выходят добрые. Но это просто покрыли вас добром. Настоящее добро? Без конца должно давать только добро. Золотое украшение, как бы вы ни проводили по ним ножом, будет давать только золото. Но позолоченное, если провести ножом, выходит потом другой металл. Это не настоящее добро. Стандарт Господа Бога и наши стандарты отличаются. Да, хотя нам кажется, что мы помогаем другим людям, делаем доброе. Но когда мы смотрим со стандартом Бога, из-за того, что мы чуть-чуть помогли другим людям, если мы считаем себя добрыми, это ошибочно, мы думаем. Поэтому Библия говорит, что нет делающего добра, нет ни одного. Так нам говорит посланник Кримлина. Значит, нет делающего добро. Если вы посмотрите 19 стих, что же написано там? Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Есть те, которые находятся под законом, и те, которые над законом. Если ты хотя бы раз нарушил закон, ты находишься под законом. Что значит «закон» говорит к состоящим под законом? Скажите, сначала был закон «не прелюбодействуй» или же сначала было прелюбодеяние? Или сначала был закон «не воруй» или же сначала было воровство? Сначала был закон «не обманывай» или же сначала был обман? До того, как дан был закон. «Поскольку люди прелюбодействовали, поэтому Бог сказал «не прелюбодействовать». Поскольку люди воровали, поэтому Бог сказал «не воруй». Поскольку люди обманывали, поэтому Бог говорит «не обманывай». Когда пришел закон, закон говорит, не воруй. Ой, когда это я воровал? Или что значит не обманывай? Это значит, ты уже обманывал. Вот что это значит. Почему пришли законы, не воруй, не прелюбодействуй, не обманывай? Потому что мы нарушили эти вещи. Поскольку мы воровали, поэтому пришел закон, не воруй. Поскольку совершали убийство, говорит закон, не убивай. Поскольку мы прелюбодействуем, поэтому пришел закон, не прелюбодействуй. И закон говорит подстоящим под законом. Поскольку уже согрешили, поэтому, говорит, не воруй. Мы те, которые сфоровали по этому, мы не можем быть над законом. Что нам говорит Библия? До сих пор в слове говорились, держа стандартом закон Божий. Что же написано в 19 стихе? Что закон говорит к состоящим подзаконам, поскольку уже своровали, уже обманывали, поэтому они должны стать перед судом Божиим в 20 стихе, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Как бы хорошо не исполнялись заповеди, нет закона, через который мы сможем стать праведными. Наоборот, если мы будем исполнять закон, мы станем проклятием. что важно? 21 стих. Что написано в 21 стихе? Но независимо от закона, чтобы с законом получить оправдание, нужно исполнить все заповеди и ничего не нарушить, тогда мы сможем получить оправдание законом. Но поскольку все нарушили, нет способа, чтобы исполнять закон, мы смогли стать праведными. Однако Бог возлюбил нас. Поскольку человек не может совершенным образом исполнить заповеди, поэтому нет смысла исполнять заповеди, потому что мы уже нарушили закон. Поэтому Господь Бог явил другой способ, который независимо от закона, мы можем стать праведными. Если сейчас вы будете хорошо исполнять закон, будете не воровать, не будете прелюбодействовать, не будете обманывать, может кто-то думает, что так вы сможете попасть в рай? Но ни в коем случае так не получится, потому что мы уже нарушили закон, поэтому мы все попадем уже в ад. Поэтому Господь Бог приготовил Новый Завет. Написано «Явилась правда Божия, независимо от закона, о которой свидетельствует закон и пророки». Если ты исполнишь все заповеди, ты сможешь получать праведность. Но нет ни одного человека, который может совершенным образом исполнить закон. На земле, кроме Иисуса, никто не может. Уже нарушили закон, поэтому невозможно совершенным образом исполнить заповеди. Во время конференции я рассказывал слово через Еремий 31 главу с 31 по 34 стих. В 31 главе Еремий 31 стихе написано «Бог наступает дни, говорит Господь, когда я закручу Новый Завет с Домом Израиля». Первый Завет – это Завет, основанный на законе. Но израильский народ здесь нарушил закон. И поскольку они не могут с законом стать праведными, Бог дал Новый Завет, который может спасти нас. И этот закон не зависит от нас. Независимо, ты воровал или не воровал, способ, который через Иисуса Христа мы можем стать праведными. Не мы делаем что-то для того, чтобы освободиться от греха. Бог послал Иисуса, чтобы Иисус очистил весь наш грех. И поскольку Иисус Христос пострадал на кресте за нас, поскольку Он получил все наказание за наш грех, Он завершил дело, связанное с нашим грехом. Аминь? Аминь? Он закончил это дело, Он очистил навсегда. Независимо от закона явилась правда Божия, о котором свидетельствуют закон и пророки. 22 стих. То есть, это правда, это способ, чтобы независимо от закона мы стали праведными. 22 стих «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Во что это, получается, мы верим? Поскольку мы исполняем закон, не можем стать праведными, поэтому Бог послал Иисуса, и Он возложил грех человечества на Иисуса. И когда Иисус Христос умер на кресте, Он очистил весь наш грех. Вот такой закон Бог создал. И верующие в это принимают праведность Божию. Тогда во что мы должны верить? Стараться молиться, жертвовать, прославлять Бога, просить прощения? Не это. Господь, я грешник. Но Иисус Христос на кресте получил за меня все наказание, «Поэтому я стал чистым, я стал праведным, я стал чистым». Тот, который именно так верует, есть тот, кто верит в Иисуса. Очень печально, что сегодня многие люди ходят в церковь, но продолжают называть себя грешником. Однажды я проводил библейский семинар в городе Тегу. Мы знали помещение Экспо, и в специальной аудитории Экспо мы проводили семинар. Однажды пришел журналист из газеты Тегу и спросил, «Пастор, можно взять у вас короткое интервью?» Я сказал, «Конечно». И мы сели и начали беседовать. Он спросил, «Пастор, расскажите, пожалуйста, в чем различие между вашей церкви и другими церквями?» Я сказал, «Извините, а вы ходите в церковь?» Он сказал, «Я никогда не ходил в церковь». Тогда я спросил, «А вы слышали, что Иисус умер на кресте за наши грехи?» Он говорит, «Ну, естественно, я слышал об этом». «Почему он умер?» «Ну, за наши грехи, вроде бы». Вы правильно говорите. Есть различия между нашей церкви и другими церквями. Я, конечно, не знаю всех, но большинство говорят, что хотя Иисус умер за нас на кресте, но многие церкви продолжают говорить, что они грешники. Но в нашей церкви мы говорим, «Да, у нас много греха». Но поскольку Иисус Христос очистил весь наш грех, поэтому мы праведные. Поэтому я говорю, что я праведник. Тогда журналист просил у меня, «Пастор, правда, в других церквях говорят, что они грешники?» Я сказал, «Вы спросите у них». «Пастор, неужели это правда?» Он не мог понять то, что я ему говорю. «Как это Иисус говорит, что очистил наши грехи, а мы продолжаем говорить, что мы грешники?» Он спросил, «Неужели они так верят?» Он несколько раз спрашивал у меня. Я сказал, «Вы спросите у ваших знакомых». Тогда он переспросил, «А во что они тогда верят?» Сегодня многие люди поставили крест в молитвенном доме и верят в крест. Говорят, что Иисус Христос умер на кресте за нас. Но если я продолжаю говорить, что я грешник, получается, мы не верим в крест. Представляете, как опитно Иисусу. Представляете, как жалко Иисусу смотреть на таких. Поэтому, вот я говорю, что мы были грешниками. Но по благодати Господа Бога, когда Иисус умер на кресте, Иисус не согрешил, поэтому Ему не нужно было умереть на кресте. Но за наш грех Он умер. Поэтому наши грехи были омыты. В Ветхом Завете, когда приносили жертву, жертва могла очистить грех, который совершен на тот момент. А Библия говорит, что Иисус Христос очистил наши грехи навсегда. В Послании к евреям, 9 главе, 12 стихе написано, «Но Христос в первосвещении будущих благ придя с большей совершением скиненью, не рукотворен, то есть не такого воустроения». Иисус Христос в первосвещении будущих благ придя с большей и совершением скиненью, не рукотворенной, то есть не такого воустроения. Здесь есть выражение скинья. Скинья, которая с Царством Небесным, она вечная, поэтому называем храмом. Израильцане, когда находились в пустыне, они сделали скинью из ткани. Им нужно было часто передвигаться, и поэтому используется выражение скинья. А в корейском из скинья написано шатер. Есть скинья, которая с Царством Небесным, и Моисей по тому образу сделал на земле. Поэтому в корейском языке это слово переведено как шатер. Но что значит, Иисус Христос пришел с большей совершением скиненью? Все скинья, которые были на земле или храмы, были сделаны рукой человека. Единственная скинья, не рукотворенная, это скинья, которая находится в Царстве Небесном. Иисус Христос, пролив кровь за нас, Он не вошел в скинью, которая была на земле. Он помазал кровь Свою на скине, которую в Царстве Небесном. Здесь написано, пришел с большей совершением скинью, не рукотворенную. В 12-м стихе же написано, «И не с кровью козлов и тельцов». Другими словами, раньше нужно было принести в жертву козлов и тельцов. Но Иисус Христос не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью. Однажды вошел в восститилище и приобрел вечное искупление. Вечное искупление. Приобрел вечное искупление. Вот что нам говорит Библия. Кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, это не тот грех, который очищает грех, который был совершен до того момента. До вашего рождения. Иисус умер на кресте и приобрел вечное искупление. Дважды не нужно приносить эту жертву. В Ветхом Завете, если ты согрешишь, поскольку жертву приносили в мире времени, поэтому, если эта жертва становится в прошлом, и ты снова согрешил, жертва, которая ушла в прошлое, не может очистить настоящий грех. Поэтому ежедневно священники приносили жертву. Но Иисус Христос вошел в небесную скинию и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, как Библия нам говорит, приобрел вечное искупление. Вечное искупление. Ваш грех. Иисус не говорит, хорошо, я снова умру за тебя, вот умираю. Потом, можешь еще раз умереть, Иисус? Тогда Он скажет, да, хорошо. Не так Он делает. Приобрел вечное искупление. Приобрел вечное искупление. Вот как делает Иисус. Аминь. Это слово Библии. Те жертвы, которые приносили в Ветхом Завете, могли очистить грех только от того момента. Если люди согрешались, снова нужно было приносить жертву. И Библия написана, что текла к рекою, а дым поднимался, как облако, потому что народ грешил каждый день. Но Иисус одним приношением приобрел вечное искупление. Я ходил в церковь, но считал себя грешником. Конечно, в Библии мы должны знать не только посланникам евреям, как приносили жертву за грех, как грех передается жертве. Конечно, обо всем этом я не рассказал вам. Но когда все эти вещи связываются друг с другом, если бы Иисус Христос навсегда не очистил бы наш грех, тогда получается, ты с ее равно согрешишь и попадешь в ад. Тогда зачем Иисусу было очищать твой грех? Но когда Иисус Христос очищал наш грех, Он приобрел вечное искупление. Всегда на меня действовали мои мысли. Но когда я читал Библию, через Библию я смог оставить все свои мысли. Если Библия говорит, что Иисус приобрел вечное искупление, даже если мне непонятно, я должен сломать свои мысли и принять слово Господа. Таким образом, мое сердце объединилось с сердцем Иисуса. А Библия говорит, что Иисус приобрел вечное искупление. Но вы же считаете, что вы грешники, потому что согрешаете. Поэтому ваши мысли отличаются от слова из Библии. Поэтому вы не можете стать с Иисусом единым сердцем. Пока вы считаете себя грешником, Библия написано, «Рука Господня не сократилась. Он не может вас не слушать, ибо грех ваш отвращает лицо его от вас, чтобы не слышать, чтобы не слышать вас». Вот что говорит. Те, у которых есть грех, не могут молиться Бога, и Бог не может их услышать. Поэтому Иисус очистил наш грех. В первую очередь, мы должны помнить, что кровь Иисуса Христа очистила наш грех. Мы должны верить в это. Говорят, что Иисус Христос умер за наши грехи, но если мы продолжаем называть себя грешником, тогда получается, Иисус Христос провалил свою миссию на кресте? Он ведь умирал, чтобы очистить мой грех. Но если мои грехи остались, тогда получается, что я грешник? Пожалуйста, оставьте ваши стандарты, ваши знания, и просто поверьте Слово Бога. Как минимум, я не прав, а не Бог или Иисус. Но некоторые люди говорят, «Тогда что, можно грешить, как попало?» Многие задают мне этот вопрос. Я у них переспрашиваю. А вы разве не грешите? Какая разница, грешить, как попало, и грешить просто. Все равно ведь вы грешите. Именно поэтому, если очистить только грех того момента, то же самое, что ваш грех остался. Чтобы очистить ваш грех, нужно принести вечное искупление. И вот, что сделал Иисус. В 1962 году я поверил, что кровь Иисуса Христа очистила мои грехи. Потому что так написано в Библии. Я поверил в Слово Библии. И с того дня мое сердце стало единым сердцем Иисуса. Порой бывает, что я следую со своими мыслями. Были у меня в моей жизни ошибки. Бывает, что я злюсь. Бывает, что я ругаюсь. Иногда появляется ненависть. Однако, если Иисус со мной, когда во мне течет сердце Иисуса, мой взгляд в Библию изменился. Бог дал мне веру в Иисуса. Дорогие слушатели, вы должны верить в Иисуса. Ваши мысли и мысли Иисуса отличаются. Поэтому, имея свои мысли, невозможно верить в Иисуса. Оставьте полностью ваши мысли и веруйте в Слово. Пожалуйста, прочитаем еще одно слово из Библии. Первое послание Коринфиона, 6 глава. 6 глава, 10 стих. 6 глава, 10 стих. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. 11 стих. И такими были некоторые из вас. Но именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего но омылись, но осветились, но оправдались. Господь наш Иисус Христос и Дух Божий говорит, что мы омылись, осветились и оправдались. И те, кто верят в Слово Бога, они говорят, что их грехи омыты. Но те, которые не верят в это Слово, говорят, что они грешники. Те, кто верят в это Слово, говорят, что я свят, я праведник. Но кто не верит в это Слово, говорит, что он грешник. Дорогие друзья, неважно, как вы до сих пор жили. Оставьте ваши мысли. Веруйте в Слово Бога. Слово Бога отличается от наших мыслей. Поэтому могут происходить столкновения. Но вам нужно верить. Тогда у вас будет сердце Иисуса. Когда сердце Иисуса войдет в ваше сердце, приходит премудрость Иисуса, которого не было у вас, приходит радость, которого у вас не было, приходит покой, приходит любовь, и происходит изменение в вас, и вы будете становиться похожи на Иисуса. Иисус. Слово Бога. Субтитры создавал DimaTorzok